Южная Аравия Южная Аравия Южная Аравия Южная Аравия Южная Аравий Южная Аравий Климат был такой достаточно сухой и близкий к континентальному аниморскому. Значит, в Аравии вот уже, наверное, 5000 лет как минимум, а, наверное, и больше, и 7-8 тысяч лет нет постоянной текущей премии. Примерно в тот же период, когда образовалась величайшая пустыня нашей планеты Сахара, в последний вот межледниковый период образовалась, при переходе к последнему межледниковому периоду, образовалась и Аравийская пустыня. Ведь по площади Аравийский полуостров больше Индостана. Ну, а население несравнимо. В Аравии вряд ли живет даже 50 миллионов на полуострове Индостан. Ну, полтора миллиарда, наверное, проживает. Вот. Постоянно текущих рек нет. Но сохранились их русла. И эти русла дают возможность представить, каковы были эти реки. Например, Ваде Хадрамаут, ну, для меня, может быть, наиболее близко. Во-первых, я там бывал и занимаюсь историей древнего Хадрамаута. Ну, в самом широком месте это до 5 километров. Даже если река занимала не все это пространство, не все это Ваде, но все равно это 2-3 километра. Это, кстати, в самом широком месте река разливалась. И вот по руслам этих высохших Ваде дважды в год в период муссонных дождей, то есть весной, ну, по-нашему весной, там другие, конечно, совершенно сезоны, то есть в апреле, в мае и потом уже ближе к осени, в сентябре, октябре, во время муссонных дождей начинают течь по руслам высохших рек, потоки, которые устремляются либо в океан, либо вот в пустыню, где раньше были и озера, и болота, и вообще животный мир Аравии, мы знаем это по наскальным изображениям, не сильно отличался от того, который сейчас в районе Саванн в Кении или Танзании. И вот на рубеже нашей эры пришлые племена, видимо, пришли из района Палестины. Я не буду подробно останавливаться, почему именно из района Палестины, скажу только, что один из важных аргументов, это расшифрованное моим покойным учителем в области именно сабистики, то есть изучение древней цивилизации Южной Аравии через ее самобытные языки эпиграфические. А именно сабийский, катабанский, маинский, хадрамаутский. Так вот, мой учитель в области сабийстики, Авраам Григорьевич Лунгин, в самом начале 1882 года, смог прочитать табличку из Бет Шемеша, или по-арабски Айн Шемс, место в Палестине. Табличка была уже известна с 20-х годов, то есть несколько десятилетий, что там только не читали. Оказалось, все очень просто. Это запись символов в алфавитном порядке, только в алфавитном порядке, так называемом южно-семитском, который до сих пор сохранился во вторичном слоговом письме, так называемом алфа-силабарии Эфиопа. И, как сейчас выяснилось, благодаря находкам документов на дереве, этот алфавитный порядок был широко распространен именно в южно-арабийской цивилизации. Но возник он на территории Палестины, где вот существовало две школы алфавитного письма. Одна широко известна, другая совершенно другим порядком, первой буквой алфавита является Гэй, дальше идет Лямат Хамим и так далее. То есть абсолютно другой алфавитный порядок. И вот пришедшие из района Палестины, причем там ни в сиропалестинском регионе, ни вот по дороге, скажем, западного побережья Аравии, археологических следов этого переселения не обнаружено. Вот они оказываются в Южной Аравии, где к тому моменту существует развитая цивилизация Бронзового века. Развитая цивилизация Бронзового века, центр которой находился буквально в десяти километрах от современного Адена. Городище называется Сабр по-арабски. Как называлось это место в древности неизвестно, потому что культура была бескисной. Обнаружено еще городище этой культуры, очень много керамики. И совершенно точно зафиксировано, что в IX веке все эти поселения, культуры Бронзового века, гибнут в огне пожаров. То есть, по-видимому, создатели Южной Аравийской цивилизации пришли, ну и разрушили то общество Бронзового века, которое здесь существовало. Что возникает взамен? Взамен возникает пестрый конгломерат городов-государств, которых было явно несколько десятков, сегодня это уже ясно, и так называемых территориальных царств, которых было значительно меньше. Строго говоря, всего четыре. Сабийское, Аусанское, Катабанское и Хатрамал. Больше всего известно, конечно, Сабийское царство. Ну, я сразу предвижу вопрос на том, насколько достоверно библейское предание о визите царицы Савской к Соломону. О визите царицы Савской к Соломону. Вот, ну что здесь можно сказать? Вот. Значит, ни одной правящей царицы в Древней Южной Аравии до сих пор не обнаружено. Ни одной. Известна одна дама, носившая титул царицы, но она была сестрой одного царя и супругой другого, сестрой царя Сабы и супругой царя Хатрамалута в 20-х годах 3-го века н.э. Может быть, обнаружена на заре Сабийской истории правившая царица? Да, может. Для и древнеегипетской цивилизации, где подавляющее большинство царей были мужчины, тем не менее, есть несколько исключений. Самая известная царица Хатшипсут в период Нового царя. Вот то же самое может быть и здесь, но пока этого не обнаружено. В то же время мы знаем по ассирийским источникам, что в Северной Аравии большими племенными союзами руководили женщины в 8-7 веках. И женщины эти, женщины эти, вот, ну вполне одна из них может быть прообразом библейской царицы или одна из их предшественников. То есть, не исключено, что царица-то пришла из Аравии, ну не слуха. Но пока этот вопрос остается, так сказать, открытым. История древней Юрии, значит, благодаря чему поднялась южно-аравийская цивилизация? Ну хорошо, использование вот этих вот селевых потоков, это замечательно. Более того, САБа была действительно наиболее развитым, наиболее сильным экономически, ну и, разумеется, политически государством этого региона. И самое мощное гидротехническое сооружение находилось рядом со столицей САБы Марибом на небольшом, в общем-то, ваде Зана-Иляза. На небольшом, я имею в виду, длина его всего несколько десятков километров составляет. Тогда как длина Вадиха-Драмаут, например, порядка трех сотен километров, да? Но тем не менее, вот эта плотина там была построена, и что? Ну образовалось водохранилище, и Мариб, столица САБы, было процветающее место. В 1986 году немецкие, значит, гидротехники создали новую марибскую плотину, расположенную выше по течению, чтобы, ну, старую, остатки старой не уничтожить. И сейчас, когда пролетаешь над Марьевом на самолете, видишь это замечательное водохранилище. Вот, замечательное водохранилище. И, в общем... Ден, у меня лекция, я перезвоню потом, хорошо? Вот, это замечательное водохранилище. Ну и, в общем, понимаешь, как много потерял это место, когда во второй половине шестого века, в том числе в результате тех событий, о которых сегодня буду рассказывать, полотина была прорвана и не восстановлена, а так примерно раз в сто лет были прорывы, но цари САБы ее восстанавливали. И на протяжении всего Средневековья Мариб это была, ну, нищая деревушка, совершенно ничем не выделявшаяся. Сейчас это вновь процветающий ад. Но даже такого... Но это была единственная такая плотина мощная, единственное такое водохранилище во всей Южной Арабии. В других местах использовали водоотводные сооружения. Но этого было недостаточно, чтобы здесь возникла процветающая цивилизация. Благодаря чему она возникла? Посмотрите на карту. Вот, посмотрите на карту. Вот у нас штриховка красная, вертикальная. Это места, где произрастают растения, дающие миру. А зеленая, горизонтальная, это то, где произрастают растения, дающие ладан. Ладан и миры, это замечательные благовония, на которых поднялась и вообще возникла, так сказать, растила Южно-Аравийская цивилизация. Отсюда они шли на рынки Средиземноморья. Через что? Прежде всего через порт Газа. Эпиграфически точно засвидетельствовалось, что это было самое главное место назначения купцов в Южной Арабии. Уже потом Тир-Сидон, там Египет, Месопотамия, все это в меньшей степени. Главный порт Газа. Главное место назначения караванов, которые из Южной Аравии, вдоль западного побережья Аравии, примерно за 60 дней до Газа доходили. И, соответственно, значит, но не только одни, значит, благовония ладан и мира шли в Средиземноморье. Транзитом через Южную Аравию из Индии и из Восточной Африки. Откуда именно из Восточной Африки? Сложно сказать. Вероятно, из района Дар-Ис-Салама, но археологически там пока никаких городищ этого времени не найдено. Только на письменные источники можно полагаться. Шли пряности. Пряности в Южной Аравии не растут. Ну, знаменитые пряности, корица, кардамон и так далее. Вот они растут в Индии, Восточной Африке. Но через Южную Аравию не шли. И многие античные авторы были убеждены, что и они-то произрастают в Южной Аравии. И в представлении античных авторов Южная Аравия это было вообще, так сказать, ну, просто богатейшие земли. Не случайно основатель, в общем-то, Римской империи, основатель принципата, Октавиан Август пытался завоевать Южную Аравию безуспешно. Безуспешно. Слишком необычные были климатические условия. Слишком сложно, так сказать, оказалось римскому войску туда добраться. И, в общем, Южная Аравия осталась одной из немногих стран, которая не была покорена Римом. Об этом походе достаточно много известно. И сейчас обнаружены небольшие, но, в общем, эпиграфические свидетельства того, как события сражались с Камерой. Правда, пока очень краткие. Но, может быть, будут и более интересные вещи. Это у нас 25-24 годы до нашей эры. Префекты Египта Элия Галла. Ключевой пункт – это осада Мариба, который, в общем, не был взят, и после которого римское войско вынуждено было уйти, чтобы вообще, ну, хоть какая-то его часть оттуда ушла живым. В основном эпидемия Касселерина. Вот. Места там временами очень неблагоприятны. До сих пор в некоторых районах Йемена существует малярия. Ну, а остров Сокотра – это вообще, казалось бы, вот остров там, недалеко от экватора. Очень тяжелые показатели по малярии. Сейчас, ну, пытались с этим бороться, когда еще Йемен был идил. Ну, где-то были достигнуты успехи, но Сокотра до сих пор в этом плане остается очень тяжелым, так сказать, местом. И не случайно ни португальцы, ни англичане там босонаться не смогли. Высаживают гарнизон, допустим, сипаев, англичане, через год приезжают, половина гарнизона уже переселилась, случайно. Так что не надо думать, что все, что в тех широтах лежит, все там прям так благоприятно лежит. Вот, ну, подробно на историю Южной Аравии останавливаться не буду. Скажу, что с самого начала Южная Аравия не представляла собой единого государства. Сабийское царство, да, оно было самым могущественным, но оно, в общем, охватывало меньшую часть. Основным объектом его экспансии стала Яманская Нагорье. Там немножко другой климат. Там реально идут дожди, а не просто селевые потоки несутся. И там была освоена террасная земледелие. Террасная земледелие, к сожалению, сейчас большая часть этих террас, где можно, например, было бы выращивать кофе и продавать его на экспорт, вот, увы, занято под производство ката, такого, ну, абсолютно легкого наркотика, да, который не столько на организм яманцев тяжелое влияние оказывает, это бы я не сказал, но на бюджет их семей очень тяжелое. То есть, ну, деньги тратятся практически, получается, в пустыне скат. Вот, и не случайно многие религиозные ученые, особенно в Южном Йемене, очень боролись и продолжают бороться. Вот там, где я, например, в Южном Йемене в Союне бывал, ну, на собраниях традиционных ученых, там сразу, значит, скатом сюда не допустил. Это вот тоже вот такая губич современная. Вот, значит, про территориальные царства я сказал, но там было много городов-государств. Буквально вот последние десятилетия дали нам очень много информации о том, что такие города-государства были не только вот там вот, немножко севернее Мариба, в районе Вади Аль-Джауф, но и на территории Катабана, и что, собственно, Катабан сложился в результате объединения этих городов-государств друг с другом. А самое такое интересное в плане международных торговых связей, хотя и небольшое совсем по площади, государство Древней Южной Аравии, МАИН. Ну, что такое МАИН? Это союз двух городов-государств. Корнау и Ясили. Вот, они расположены на расстоянии прямой видимости друг от друга. В войнах МАИН не участвовал, но, видимо, была система соглашений, благодаря которому МАИНские купцы в основном и вывозили, так сказать, вот эти вот пряности, добываемые в других государствах, прежде всего, кстати, подрамал. Ладан-то в основном там проигрывается. На рынке Средиземноморья. Вот почему я говорю газа главный порт. Очень просто. Значит, один из основоположников Сабистики, ну, вернее, оба основоположника Сабистики, Эдвард Глязер из Вены, ашкенастский еврей, и Жозеф Галеви, ставший французским гражданином и довольно известным французским ученым, Сефард из Эдирны, из Адрианополя. Вот, и основоположник какой-то франкоязычной Сабистики. Почему франкоязычной? Потому что там тоже в Бильгии она была до недавнего времени, хорошо, не только в Афранции. Вот, но среди Валон. Вот, основатель, значит, Сабистики, они из своих путешествий на Юг-Аравии, Жозеф Галеви предпринял одно путешествие, он зато давшее большие результаты, в 1870 году, Эдвард Глязер 4 путешествия, с 1881 по 1894 год, четыре раза в Ангелгемане, Жозеф Галеви привез 70 копий и эстампажей, это отпечатанных на пропитанном определенном образом картоне надписей, Эдвард Глязер более 3000. Ну, вот так бывает, не любили они сильно друг друга, вот, ну, там, я начал рассказывать, почему это вообще будет долгая история, не любили друг друга, но сейчас речь не об этом, вот, благодаря их находкам, мы знаем, что в Карнау стояли четыре столба, на все, ну, такие вот призмы, призмы, да, высокие, на всех сторонах которых были выбиты надписи. Однодипного содержали, такой-то сын такого-то, из такого-то рода, такого-то, такой-то вот, скажем, ну, фратрии, назовем условно, да, два глагола, сделал то-то и то-то, с женщиной, и вот имя женщины идет, и откуда она, из какого, города или страны. Вот, к счастью, эти столбы сохранились до сих пор, занесены песком, а местные бедуины, даже в лучшие для исследования времени, племена не подпускали к ним, но они сохранились, а полностью-то был прочитан, кстати, Эдвардом Глязером, именно только один столб, и его ученик, Карл Млякер, подумал, что это речь шла о храмовых проститутках, и родулах, и назвал их списки роду, ничего подобного. Это списки жен, маинских купцов, которых они, на которых, они вступали с ними в брак за рубежом, потом возвращались народно, привозили вот этих женщин. И там эти надписи, это официальное объявление о натурализации этих женщин. Ну, так, несколько модернизируя, скажу, о получении имени маинского гражданства. Первый глагол, это то, что он, значит, вступил с ними в брак, второй глагол, что он заплатил пошлину за получение гражданства. Ну, пошлина, я думаю, была немаленькая. Люди были не бедные, которые могли позволить себе привезти жену иностранцев. Так вот, из ста практически прочитанных текстов более трети у женщин идет пункт, откуда они привели. Газа, 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 газа. Ну, и, кстати, именно маинские надписи обнаружены дальше всего от Южной Аравии. На острове Делос, там, правда, еще одна хатармауская найдена. И на саркофаге, обнаруженном в Гизе. Саркофаг Пустний. Точная датировка надписи невозможна, там указано 22-й год правления Птоломея, сына Птоломея. Ну, если кто помнит историю эллинистического Египта, кроме Птоломея I, все цари из этой династии населения Птоломей и все были самодельными планами. Так, там три, получается, возможные датировки, но точнее сказать, невозможно. Надпись выполнена именно сабейским языком, в смысле, на маинском языке, но там упоминаются уже эллинистические боги Египта, в частности, серы. Но поразительная вещь, вот какие-то южноравеисти, еще в Ваде Хамамат в Египте тоже обнаружено несколько, ну, таких вот граффити купцов, в том числе, из Хатрама. Ну, вот интересно, за пределами, ну, и в Аравии, в самой, упоминаемой в Библииазис Дедан, там, это был просто центр маинской колонии. Там обнаружены несколько десятков маинских надписей и в течение, не то что десятилетий, столетий там находилась маинская колония. Ну, а также сабейские и маинские надписи обнаружены в очень интересном городище, это вот здесь вот примерно оно находится, Кариот Альфав, где раскопки вели саудовские археологи, и где, значит, найдены надписи и на сабейском, и на маинском, и очень интересные предметы ленистического искусства, но это уже, в общем, где-то второй, третий века нашей эры. Вот так Южная Аравия выглядела в период своего расцвета, ну, где-то на рубеже, на рубеже нашей эры. Вот так. Вот, в период, значит, своего наибольшего расцвета в состав Йемана входил Наджранский или Негранский, как он тогда, видимо, назывался Азис, вот Негран, который сейчас поделен между Йеманом и Саудовской Аравией, ну, с 1934 года, и область Дафар, которая сейчас от... Вот где вот Хоррори, знаменитое городище Хадрамаутское, которое сейчас относится к Султанатлану. В остальном, в общем, он совпадал с границами Султанатлану. Значит, серьезное перемена торговых путей наступает, в общем, с началом эллинистического периода. Считается, что именно в Птоломеевском Египте было открыто плавание не капотажное вдоль берегов, а с мусонными ветрами были. Хотя, по-видимому, и до этого в общем-то оно было. Но так или иначе, с этого времени вот так сказать, из Птоломеевского Египта отправляются корабли, но транзитом они заходят в порты Южной Аравии, уже оттуда отправляются, уже оттуда они идут в Индию и обратно возвращаются тоже в порты Южной Аравии. И здесь зачастую последний этап пути проходился либо по суше, либо вот уже по Красному. Но перевалки все равно делались. Ну, от Хоррори, знаменитый порт древний Сумхорам, Бирали или Кана, вот, раскопанный нашими археологами с 1983 по 1991 шли здесь раскопки и даже еще позже. Очень много, но это именно вот торговое такое место. Здесь даже и надписи практически, ну, за редким исключением, не знаю. Хотя про одно я, конечно, скажу. Вот. Ну, конечно, Адон, но про который очень мало, про древний Адон мы почти ничего не знаем. Даже вот эти знаменитые цистерны Адона вместимостью 50 миллионов галлонов, замечательные водосборники, с гор Риги-то устремлялись, в том числе, я говорил, и в океан. И вот там в Вазе не так сделаны водосборники, что там колоссальное количество воды может быть. Кто их сделал? В древности, когда были они сделаны? В древности, в средние века. Ничего мы не знаем. Обнаружено, они были уже при англичанах, расчищены, все замечательно, там сейчас прекрасный археологический парк, но кто когда это сделал? Ну, никаких данных. И вот за счет этого возвышается, значит, за счет того, что, ну, где-то во втором, первом веках до нашей эры основные пути становятся, основным путем становятся морской, хотя сухопутный путь вдоль западного побережья Аравии, он продолжал оставаться, но, значит, значение его снилось. Значит, из-за этого, что происходит? Маин исчезает, будучи поглощен Сабой, его вот, потому что майницы были сухопутными, но возвышается, собственно, Саба, Хадрамаут и государство, отделившееся, по-видимому, около 110-го года на нашей эры, почему я сегодня скажу, отделившееся от Катабана, это Химир. Позднее, в середине 4-го века Химир объединит под своей властью Весико. Вот, именно химиритским царем и будет герой нашей сегодняшней истории. Вот, но этому предшествовало три века борьбы за гегемонию в Южной Аравии. Ее участники Саба, Химир, Хадрамаут и расположенные на другом берегу на территории северо-восточной Эфиопии, ну вот на карте вы это видели, Аксумская царство. Когда Аксумская царство возникло, тоже неизвестно, видимо, в последние века до нашей эры. И оно, там было два источника их культуры, вот это древнее Сабейское влияние там было, Сабейское институт описывалось, вот, и пантеон божественный. Ну и большое лингвистическое влияние, потому что вторым государственным языком там был наряду с местным классическим эфиопским элегиезом, довольно близким и к Сабейскому, и, кстати, классическому. И так очень запутало ученых то, что вот на рубеже нашей эры Сабы и Химер оказались объединены под властью то ли Сабейской, то ли Химеритской. Неясно ученым до сих пор. Одни ученые говорят, это традиционная Сабейская динактика, другие говорят, нет, это Химериты присоединили Сабу, взяли их титулы, их, так сказать, ну, так называемые эпитеты, вторые именеры, имена царские. Все же вот с претензией на Легитию. Но так или иначе вот сложился такой титул «Царь Сабы из Урайдана». Райдан это замок вот в Зафаре, к сожалению, очень сильно разрушенное землетрясение столицы Химера, которая находится вот здесь вот в южной части Ямельского набора. Столица Сабы Марьи Плот. Ну, две столицы было государство, двойной титул. И ученые долго не могли, да, а потом они разделились снова на Сабу и Химер, но правители и того, и другого государства носили один и тот же. И это очень сильно запутывало ученых, пока, наконец, они не разобрались, что вот у нас Сабейские цели. Вот это потребовало несколько десятилетий очень упорных исследований. Ну, сразу хочу сказать, основной материал по этому периоду, первые, третьи века, даже первой, первой, половину четвертого века, веков нашей эры дал Марикский храм. Главный храм, главного бога Сабы Аль-Макаха или Ильму-Кыха, может быть, бога повелевающего. Настоящее его имя неизвестно, возможно, оно было Каха, но его, скорее всего, нельзя было произносить. Вот такое табу было, да, вот, на произнесение этого имени, а называли описатель. Ну, Ильму-Кых, бог повелевающий. И вот, значит, к 275 году Сабы, значит, происходят два важных события. Аксум, по абсолютно неизвестным нам причинам, выбывает из борьбы за гидемонией в Южной Арабии. То он все время отправлял отряды, которые, в принципе, контролировали Красноморское побережье, и тут он начато исчезает из Южноарабийской истории надолго. Я бы сказал, ну, в общем-то, на два с половиной столетия. Почему что? Вот, ну, не знаем мы, что там происходило. По истории Аксума у нас Кучинская. Кучинская, пока знаем. Сейчас, благодаря тому, что ЕМА сейчас закрыт для исследования, вообще для нормального посещения, из-за тех, в общем-то, очень тяжелых событий, которые сейчас происходят, такая вот вялотекущая, тем не менее, тяжелыми последствиями саудовской агрессии против ЕМА она идет. Вот. Но Эфиопия, она более-менее открыта для исследований. Сейчас там очень интенсивно изучаются Аксум, дом Аксум, такие городища. И каждый год трансферное открытие, может быть, лучше мы узнаем другое, ну, не побережье, а другую, так сказать, африканский рот, то есть другую, малоизвестную часть из-за рейсов. И другое, Саба и Химер объединяются, причем, скорее всего, объединение это было мирным. Последний сабейский царь по каким-то причинам не оставил официальных преемников. Мы не знаем, как там, кстати, передавалась власть. Передача была более сложной, чем от отца к сыну, ну, или там, ну, или какого-то рода, там, от старшего брата так начало. Там сложнее было, тоже боюсь, что если я буду на этом останавливаться, мне не то, что полутора, трех часов не хватит. Вот, но происходит объединение, при этом вся сабейская знать, а мы будем о ней говорить, в том числе восемь главных сабейских родов, они сохраняют все свои права и привилегии, то есть это вот такая вот Австро-Венгрия времен поздней Античеркии. Два государства с равными правами значит и аристократии, вот сабейское химеритское государство, вот, которое мы уже называем химеритское царство, и которое, бросив все свои силы, смогло завоевать большое по площади, но малонаселенный Хадрамаут. Даже сегодня, могу сказать, в Йеманском, на территории Йеманского Нагорья проживает в четыре, если не в пять раз больше населения, чем вот, собственно, в Южном Йемане, прежде всего Хадрамаута. Он малонаселен там, собственно, он и прокормить может очень большое население. До сих пор значительная часть работоспособного населения Хадрамаута находится в трудовой эмиграции. Либо в Саудовской Арабии, либо в Государственных Персидского залива. А с позднего Средневековья там, в основном, эмиграция была в Индонезии, зонский архипелад, Ява прежде всего. Ява, да, ну и вынь. То есть, они покоряют и Хадрамаут, и вот Хемеридское царство у нас достигает своего роста. Ну, давайте сейчас покажу вам презентацию. Вот иудеи, иудеи. Итак, это у нас середина четвертого века. Все государства, так сказать, соседи Хемеридского царства впервые в истории Южной Аравии объединяющей по своей власти все они исповедуют монотеистическую религию. Аксумское царство с середины четвертого века становится христианским. Ну, про Византию мы уже не говорим. Вот. А здесь у нас что? А здесь у нас официальная религия это древнеязычество. Ну, вот так вот у нас выглядит собственно Химер. Здесь у нас Аксум. Ну, да, ну и Химеридское государство свою экспансию переносит во внутреннюю Аравию. Во время своего расцвета вся внутренняя Аравия, в общем-то, и западная Аравия, они контролируются. Вот до сюда доходит их влияние, о чем я буду говорить. До, в общем, практически все Аравийское побережье Персидского залива. Вот в район Амана почему-то меньше. Но там были какие-то свои местные образования, по которым мы тоже учим. И вот январь 384 года. Этим временем датированы две надписи. Их традиционное обозначение РЭС это репертуар это как и семитик. Бэйталяшваль это место собственно находки южной части Нагорья недалеко от Запара совсем. Где найдены первые две царские монотеистические нас нет. Составлены они царем Малькикарибом Югамином и его сыновьями Абикарибом Асадом и Зарамаром Айманом. Вот от этого царя Малькикариба Югамина впервые в истории Южной Ради мы можем проследить пять поколений царей. То есть вот здесь можем сказать что власть передавался от отца к сыну но таким немножко странным образом через вот большое число сопровителей вот отец он делает сыновей своими сопровителями потом в свою очередь когда ну как бы скажем так старшим царем становится один из сопровителей один из сыновей снова он делает там своих сыновей или братьев сопровителями причины этого в общем нам не очень понятно сопровители были раньше в Южно-Равейской истории но не в таких количествах это по два по три иногда по четыре сопровителей вот эти две надписи полностью идентичны это фактически два экземпляра одного не нужно этому удивляться в истории Южной Аравии важные значимые тексты высекались иногда и в большем количестве самое большое число это 30 штук это текст где говорится о заключении военного союза вот как раз период борьбы за гегемонией Южной Аравии между Собейским царством тогда еще не объединено вот Собейским Аксумским и Хадрамалом самый конец ну рубеж второго третьего века в нашей эта надпись значит была высечена в 30 экземплярах там прямо об этом сказано до нас дошло 17 что настраивает научить Собейстов на очень оптимистичный лаз значит получается по крайней мере для первых веков нашей эры более 50% надпись это строительная и в ней впервые упоминается господин небес и земли до этого такого божества не было известно и совершенно ясно становится что это монотеистический бог спустя несколько десятилетий вот уже из 5 века он приобретает постоянный эпидем рахманам то есть милоскоп в буквальном переводе в сабейском языке в принципе очень похожем на арабском был в отличие от арабского постпозитивный ну вот как в иврите предпозитивный в арамейском постпозитивный так и здесь в арабском артикль аль определенный в сабейском артикль ам на конце так вот значит в этих значит строительная надпись надпись значит сделанная на сабейском языке а химерецкий с особо химерецкого языка в общем если он был то он был бесписьменный использовали они для составления надписей значит сабейский язык и здесь речь идет значит да ну рахманан это практически полный эквивалент аль рахман ну вот возникла проблема значит с этого же времени оказались заброшены я подчеркиваю именно заброшены не осожжены не там разбиты не там разломаны разбиты разрушены а заброшены языческий храм марецкий храм видно что его просто занесло песком нет там следов насильственного разрушения то есть просто как называется закрыли закрыли и они стали их стали заносить заносить песком и просто вот они так заношают не в таком заброшенном состоянии вот то есть да а на уровне конечно вот ну отдельных родов семей мы встречаем политеистические надписи правда в небольшом количестве и позже то есть какие-то такие вот семейные родовые культы языческие сахами значит эти надписи начиная вот с этой и все надписи пятого века при южно-аравийске принято называть неопределенно монотеистическими было почему потому что ученым было неясно а что собственно означает вот появление упоминаний бога небесной земли или рахмана значит ну в общем с самого начала стало ясно что этим речи могли идти принять потому что христианское влияние начинает проявляться гораздо вот начинает проявляться гораздо но то есть две альтернативы либо это могло быть мог быть иудаизм в какой-либо его форме либо некая третья монотеистическая религия для которой известный британский собейст Альфред Бистон придумал даже название рахмани и вот идея о том что это была особая монотеистическая религия рахмани она была очень популярна и вот в своей докторской ассертации Южной Аравии в раннем средневековье Михаил Борисович Петровский надо сказать отдал ну все к этому как-то склонены ведь нет ни упоминания бога Израиля никаких специфических иудейских так сказать оборотов в этих надписях другое дело были надписи не царские а частных лиц вот например из Зафара надпись где речь идет о столице синагоге и там даже приписки сделаны квадратным письмом внизу вот написал Егуда и так далее аминь аминь шалем аминь вот она у нас надпись из Бейтаршваль упоминается в ней синагога Ахляк да синагога там началась ну и вот еще доказательство что конечно были иудейские общины где мы это надпись 20 фрагмент надписи 24 священнических чередов но эти надписи воздвигавшиеся так условно говоря в память о втором храме надпись это была найдена моим учителем в области арабистики Петром Афанасьевичем Грязневичем вот опубликована впервые Яковом Берковичем Грунфистом очень способным сабиистом но к сожалению он вот после эмиграции в Израиль сабистикой не занимался и вообще он и до этого мало публиковался там ну мне его какие-то вот такие публикации сабиистические публикации он учил вот он преподавал так сказать в Хайфе вот не знаю что он сейчас так он приезжал к нам в 90-е годы но до сих пор уже много времени вот то есть ясно было что иудейские общины вот и вот буквально на рубеже 20-21 веков появляется несколько надписей которые показывают что в общем-то никакого неопределенного монотеизма не было а это был иудаизм да вероятнее всего вот и вот об этих надписях которые были открыты ну немножко в разное время но опубликованы буквально почти одновременно я и поговорю значит вот надпись которую ваш покорный слуга опубликовал вместе с крестьяном Жульеном Робеном ну собственно крестьян Жульен Робен этот текст нашел фотографии вот здесь действительно они очень неразборчат он буквально это скала на которой надпись высечена поврежденная эрозии в общем все удалось прочесть но это нужно было над небольшими фотографиями кусков этого текста он был допустим значит надпись эта опубликована значит крестьян Робеном иммун с французским переводом а потом мой израильский коллега потомки ну собственно из семи йеманских евреев Йосеф Тоби он так сказать перевел на евриты опубликовал в общем-то эту надпись поэтому есть и перевод в издаваемом им журнале по истории Йемна Тейма о чем идет речь в этой надписи ну в этой надписи речь идет о том что вот местный ну скажем так вот вполне себе такой полновластный властитель Илеафа Арсел Ибн Хасбах ну и дальше полная титулатура это как и европейских скажем феодалов упоминание тех местных которыми он правил ну или тех сельских общин которые он правил вот что он в общем устраивает иудейское кладбище на котором могут быть похоронены только иудей а арамей ну как хотите не иудей измечить похоронен быть не может вот и упоминаются значит все установления связанные с учреждениями этого особого иудейского кладбища напомню что отдельные иудейские кладбища в Европе стали появляться только где цепок и в Талмуде создание специальных иудейских в Талмуде создание специальных иудейских кладбищ не предусмотрено то есть собственно я-то и прочел здесь это ключевое слово это газар то есть что это в общем декрет гезера на самом деле на самом деле это декрет гезера об учреждении вот газар вот составляет эти стоки глагол глагол в собеском языке общения аравийских неизвестен это в общем-то заимствован из арамейского скорее всего в данном случае глагол вот это некое установление ограничивающие общение иудеев и неудеев вот в данном случае надпись ей дочери ягуды или иуды да билингва сабейская с одной стороны с другой стороны еврейская арамейская первая публикация в журнале Лешанена значит вот израильский исследователь Наве или Небе он себя на немецкий манер передает и вот Александр Зима к сожалению уже покойный австрийский сабейст вот опубликовали эту билингву это не совсем не полная билингва первые две строки да переданы по сабейски а третья и четвертая где идет довольно часто встречающаяся в эпитафиях цитаты из книги пророка Данила она не переведена вот она тут в немецком переводе выделена откуда происходит ну ясно что изъемно происходит откуда точно неизвестно надпись появилась на аукционах к сожалению значительная черная археология в Йемане всегда была очень развита значительное число надписей появляется на аукционах и хорошо если исследователи становится доступен по фотографиям хотя бы о том чтобы установить место находки увы об этом не читать вот еще одна надпись из Захара чем она интересна ее опубликовала моя французская коллега она из Польши она уже много лет работает во Франции его на гайда вот этот текст это строительная надпись тоже из химирицы столицы столицы Захара вот нормальный такой строительный текст возвели они себе дом большой дворец знатный химиридский род и здесь упоминаются ведь какой был основной один из моих аргументов того что была особо неопределенная монтеистическая религия а имен иудейских практически нет вот имя царя о котором будем сегодня говорить Йосеф ну хорошо вот и вот имя егудаище встречается вот в надписи помните я ее демонстрировал о строительстве синагоги в Захаре и все и больше ни одного имени здесь имена сабийские идут но упоминается их народ Израиль то есть очевидно что иудеи иеманы это были обратившиеся егудаизы местные так сказать в том числе аристократов сохранявшие конечно свое сабийское имя но принимавшие иудейское имя но они его в надписи на сабийском языке не считают нужным как правило вот монографии вон и гайды ну сразу пара ле гайом до имя галепок монотеисты значит химериское царство монотеистическую эпоху история древней Южной Аравии в конце 4 века христианской и до прихода значит здесь она впервые так сказать очень четко показала что никакого неопределенного монотеизма не было был неталмудический иудаизм о котором мы к сожалению очень мало знаем и было значительно еще произвели да иудаизм все-таки не был государственной религией видимо в плодовоцарение царя Иосефа да царя Иосефа он не был государственным нет вот и вот еще одна интересная находка дискуссионная которую я не могу не сказать помните я вам показывал Хакармановский порт Канн там было найдено очень много образцов разных товаров ну скажем так в складских помещениях население видимо Канны было сравнительно небольшим и так по сезонам когда с муссонными ветрами предполагали корабли там было достаточно много для разгрузочных работ контроля учета товара для взывания пошлин появлялось население потом видимо все там обнаружили некое здание в нем вот эту надпись в которой он ныне покойный кстати хороший специалист по греческой эпиграфии Юрий Германович Виноградов прочитал вот прочитал эту надпись вот вот ее греческий текст там упоминается значит бог всемогущий значит бог эйс 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 значит имя ну человек который посвятил надпись Косьма Кузьма говоря по-нашему да Агиостопос некое святое место вот и завязалась дискуссия собственно из-за чего изначально прежде всего опираясь на имя Косьма который для иудеев например в отличие от имени Александра но абсолютно не характерна он сделал о том что это в общем христианская часовня потом была сделана попытка доказать что это здание синагога но решающих аргументов я специально просматривал частотность употребления имени Косьма в том числе в греческих надписях оставленных иудеями оно там встречается один раз тогда как имя Александра например десятки раз но тем не менее исключать что это могла быть синагога полностью итак ну где-то уже почти десять лет Йемен очень мало доступен для исследований но есть там спокойные места тот же остров Сокот который сейчас Объединенные Арабские Эмираты взяли под свой контроль фактически превратив колонию не колонию но по крайней мере там спокойно там всегда прочее а сам Йемен к сожалению вот подвергается периодически особенно Йеменская Нагорья саудовским бомбардировкам отправлять сухопутные войска саудовцы туда не рискуют потому что население 26 миллионов ну почти в три раза больше населения Саудовской Аравии и они прекрасно воюют у них там у каждого не по одному столу современного огнестрельного оружия то есть в таком вот прямом столкновении Йемен Саудовская Аравия Йемен не взять но воспользовавшись политической неурядицей в общем саудовцы такую агрессию причем агрессии в ходе этой агрессии гибнуты исторические памятники сами видите достаточно средневековое но все-таки довольно старое строение в Сане самой разрушено и вот там оказалась нидерландка голландка Сара Рейцегер как оказалось но она вышла замуж за Йемен потом брак распался естественно детей он ей не отдал детей она тоже оставить не смогла и осталась с Сане и вот ее книга бомбы на Йемен да она так сказать там как раз и пишет вот об этой войне доводит до свидетельств европейцев ну и ездит по окрестно по Йеменскому Нагорю собирает новые надписи то есть она практически сейчас почти единственная из европейцев Толя я читаю уйдет что-то вот 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 ее надписи и вместе с христианом рабеном она опубликовала очень интересную надпись вот опять же строительную но в которой уже упоминаются иудейский или квазиудейский имя точно иудейское имя Абд-Илан раб-бога ну вот имя явно скажем так монотеистическое ну и владыка неба бог Израиля упоминается главная надпись датирована либо 570 либо 540 годом Химеритской эры что соответствует либо 460 либо 430 году нашей так ну а теперь перейдем уже поближе к сути нашей лекции ну вот эта карта пускай у нас будет итак 5 век это век экспансии как раз Химеритского царства внутреннего равен при этом сразу хочу разрушить одно из таких предубеждений которое появилось в том числе благодаря работам довольно известной исследовательницы ранее средневекового Ближнего Востока член-корреспондента Академии Наук СССР Нины Викторовны Пигулевской Нина Викторовна Пигулевская очень интересовалась историей Древней Южной Аравии но не владея местными языками прекрасно понимала что ее возможности ограничены вот именно поэтому своего ученика Аврама Григорьевича Лунди она ориентировала на изучение языков именно изучение Южной Аравии через эти языки ну и сама на основании сирийских и греческих источников писала такие обобщающие труды о заключительном этапе существования южно-аравийской цивилизации вот в частности о гонениях на местных крестьян и там прослеживается такой вот стереотип что вот с одной стороны сложился такой как международный блок Бизантии Аксум крестьянский а с другой стороны Хемерийское царство было союзником конечно противостоит Византии ну и понятное дело собственно куда было деться Хемерийскому царству пойти на союз с Ираном ну и отсюда вот неприязнь тоже христианскую принятие иудаизма как бы ну в пику Византии все было гораздо сложнее вот сейчас обнаружена в Саудовской Аравии надпись из которой точно следует что при царе явно покровительствующим иудаизм Шурахбилю Яфуру при царе Шурахбиле Яфуру в 70-х годах 5-го века Хемерийское царство ведет войны с Асанитским Ираном вот за эти вот территории за эти территории за Аравийское побережье Персидское о каком союзе мы говорим да Хемерийское государство было вполне самостоятельным игроком конечно в какие-то периоды может быть союз с Асанитами и был но о том чтобы это было постоянный такой альянс об этом говорить вот кстати именно от времени правления царя Шурахбилы Яфура до нас доходит первое свидетельство о гонениях на христиан дошло 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 этого места из рода Зыл-Сулубан которые отправляют его в Зафар на суд к царю Шурахбилу Яфуру ну и вот там показано что обвиняют его при дворе царя раввины но сам царь при этом в общем-то это не царь но царь покровитель в конце концов ему предлагают отречься от христианства но Аскерд доказывает так и правду своей веры а не иудейской его отправляют в Неджран там пытаются казнить различными способами побиванием камнями но все не получается камни летят не туда в конце концов но святого казнят самым надежным как известно из-за географии способом усекновением главы его и вот 40 местных жителей которых он успел обратить значит оригинал памятника скорее всего был составлен на сирийском языке потом переведен на сирийского на арабский потом с арабского переведен на геез и сохранился он на геезе но он но это свидетельство именно того периода это не поздняя география очень интересно с точки зрения местной гемонской компании ну вот это первое свидетельство о столкновении значит христиан и иудеев при этом царь он такой орбитер хотя в общем покровительствующий иудеев ну понятно почему они были давно химиритом вот как вот верующие в единого бога и видимо значительная часть населения отказавшаяся от языческих культов но она не готова была принять иудаизм со всеми его вот ограничениями жесткими так сказать заповедями запретами там пищевыми и прочими но вот так вот сочувствовала таких вот сочувствующих которых назвали в частности богобоязн теотакой нам повествуют источники по поздней отличности это достаточно хорошо известный вот ситуация меняется в начале шестого века все-таки влияние аксума и византии в этом районе начинает нарастать и где-то в 518 519 году на престоле оказывается впервые в истории химихимии царь христиан мадикярит я проправил он недолго до лета 522 года летом 522 года он умирает ну не знаю болезнь еще от чего-то но это было явно не в результате там заговора или чего-то еще нет он умирает и вот тогда-то на престол приходит царь как утверждает арабо-мусульманская традиция иудей по рождению в арабской традиции как юсуф зунуваз то есть юсуф обладающий курчавым локоном ну вас это курчавый локон да а в собственно в надписях он известен как Йосеф Асар Ясар что такое Асар Яфар я вам не скажу дело в том что у царей химилистского царства было в традициях прибавлять так называемые эпитеты это традиция древняя у древних собейских правителей было по одному потом в катабанском царстве стали два эпитеты что они означали в общем можно эти эпитеты попытаться этимологизировать по типу вот знаете как эллинистические правители в китском государстве или государстве колонии их носили там вот Сотер или там Спаситель да или там Филадельф там любящий сестру ну вот как-то Филадем любящий народ ну можно попытаться эти аналогизировать но нужно ли это делать мы не знаем ни как цари получали эти а кстати их не только цари но и представители знати получали не собственно говоря что они замечали вот ну а здесь два эпитета у него есть а вот титул у него не такой как был у химмерицких до этого химмерицкие цари носили совсем поздний титул царь Сабы Зурайдана Хадрамаута Южных земель и бедуинов их значит в Тегаме это вот равнина побережья Красного моря и в Тауде Тауд считается соответствовать на эти то есть во внутренней арабии вот такой большой титул Йосеф Асар Ясар стал впервые зваться царь всех общин но не религиозных общин а общин в общем-то вот общин городской шаб это именно община которая населяла вот местные международисты полис Агагар или Гаджа царь всех общин и разумеется с самого начала предпринимает так сказать такие вот антихристианские действия гонения обрушиваются на христиан в столице в Зафари но это были в основном аксумиты местных жителей там и эти аксумиты были перебиты прежде всего это были купцы члены их семьи что конечно уже вызвало это было так сказать явным вызовом вот после этого он предпринимает поход на порт Моха в честь которого назван порт существовал и в средние века знаменитый порт сорт кофе Моха ну кофе появляется вообще довольно поздно это самый конец 15 лет хотя похоже в Эфиопии его знали ну из поздних аксумов но за пределы Эфиопии это замечательно ну не выходить вот значит в порту Моха вот там было уже перебито возможно не одна тысяча человек поскольку в портовом городе христиан конечно было вот ну были гонения на христиан в Мариби в Хадрамауте но видимо их было не очень много а потом он предпринимает поход вот и вот осада на Джирана продолжается с июля по конец ноября 523 года в надписях о том как был взят город не сообщается а вот да несколько слов о том какие вообще у нас источники на основании чего мы об этом есть несколько надписей обнаружив в том числе и в самом на Джиранском ате давайте попытаюсь показать вот его схема вот значит схема составленная в 1983 году и вот вот это четырехугольник это как раз то укрепленное поселение которое несколько месяцев осаждали войска посланные туда царем Юсефа вот собственно сейчас это поселение называется алюхдуд потому что среди мусульман существует четкое убеждение и по-видимому не безосновательное о том что 95 сура аль-буруч то есть зодиакальные созвездия у вас сама это назовно так потому что начинается клятва ассамай затем буруч небесами обладающими зодиакальными созвездиями что там упоминаются асхаба люхдуда и те христиане которые были брошены в ров где был разожжен хворс то есть там сожгли в этом рову вот и значит в Коране они воспаляются как мученики то есть вот у Мухаммада было видимо четкое такое убеждение что пострадали да они за веру вот это у нас вот то есть археологически место вот центральное поселение которое было как раз подверглось осаде оно идентифицировано дальше значит почему еще эти события очень важны для всей собейстики для всех тех кто занимается историей Южной Аравии при изучении истории Южной Аравии стоят большие проблемы с хронологией прошлой регионы этот в общем был сильно изолирован от окружающего мира еще за пределами Южной Аравии следы представителей этой цивилизации находят а вот в самой Южной Аравии практически никаких следов внешнего влияния нет особенно в плане каких-то надписей на других это как чего-то еще вот поэтому очень важно что вот с конца второго века до нашей эры появляется первая локальная эра и датировка по эре ну появление датировок по эре это следствие так сказать большого переворота в мышлении считается вот осевое время ну и напрямую от следствия завояния Александра Македонского поскольку первая известная нам эра о ней мы сейчас будем говорить это селептидская эра или эра Александра начинается отчет времени с 1 сентября 312 так вот есть два важных сирийских источников первое и второе письма Симеона Бетаршамского это письма были посланы разосланы по всему христианскому миру и там рассказывается вот забегая вперед скажу о взятии награна о резне которая была ученина над местными христианами и о том что посол царя Иосифа был отправлен в Лохмидское царство на северо-восток Аравии и пытался склонить местного царя Мунзера третьего к гонению на христиан но Мунзера ситуация была другая он опирался на бедуинов а значительная часть этих бедуинов была христиан те сразу сказали попробуешь начать гонение на христиан мы тебе мало не покажем но он прекрасно понял что это затяжная война между так сказать подданными бедуинами это в общем-то полный конец царства и все и никакого гонения не было хотя сам был язычник и во время набегов на Византию с удовольствием христиан и так сказать истреблял обращал и даже приносил жертву языческим богатым вот но это был царь язычник такой вот так вот первое письмо Семена Беторшанского датировано 835 годом химеритской эры что в пересчете на нашу эру дает нам 523 год вернее 523 год а по химеритской эре это получается 633 год надпись там тоже датирована в итоге у нас получается начальная дата химеритской эры 110 год до нашей эры я его уже называл и считается что это дата основания химеритской эры но вот второе это письмо оказалось датировано в 830 годах в селе в китской эры и известный исследователь ранее средневеков ближнего востока араб-христианин Ирфан Шахид он очень упорно стал доказывать что нет это правильное это дело вот во втором письме именно оно точно а тогда у нас на 5 лет все смещается получается 115 год до нашей эры дата начала химеритской эры и вот буквально в 2000 году появилась статья вот здесь можно посмотреть значит оглавление этой статьи такое пространное как целое эссе где разобраны все источники и доказано что в общем гонения на христиан были в 523 году а не в 518 соответственно начальная дата химеритской эры это у нас 110 год до нашей эры а не 115 год вот вот сейчас вот это главный греческий источник об этом событии мученищица святого Арефа Арефа это арабское имя Аль-Харис сразу хочу сказать святое Арефа не был ни епископом ни священником это был богатый наджиранский купец но светские глава местных христиан а епископ умер за несколько лет до этого нового назначить не успеха епископ Павел скончался несколько лет вот это публикация второго письма Семена Б. Таршамского и Арханом Шагидом где он пытался пересмотреть вот вот как выглядит это второе письмо Семена Б. Таршамского а вот эта книга химеритов фрагментарный источник сохранивший в частной коллекции изданный в 1924 году Акселем Мобергом шведским исследователем вот сильно поврежденный текст но так вот издание вот вот это вот тоже уже современные исследования евреи и христиане в Аравии жиффа жиффа хатянанагаби о сэнкием и сизьем секле гагах хуазы сюхляпсу вот такие скрещенные взгляды вернее ну как бы да на источнике скрещенные имеют ввиду взаимно так сказать пересекающие так вот по этим источникам какая в итоге складывается картина значит в агеографии рассказывается каким образом был взят ну сейчас в житии ариф каким образом был взят наград вот это поселение значит это явно тупас причем тупас похоже византийский почему да он встречается в русском летописании 1382 год Тахтамыш осаждает Москву Дмитрий Донской ушел собирать подмогу и вот Тахтамыш говорит да не хочу разорять Москву я хочу полюбоваться на Кременовские соборы ему открывают ворота ну соответственно москвичи были либо вырезаны либо увидены в рабстве здесь то же самое мы хотим полюбоваться там красоты менеджерам но видимо город действительно был богатый откроют ворота вот то же самое это конечно топас это общее место на самом деле я думаю и в том и в другом случае все было не так гораздо сложнее но вот видимо из Византии я еще не докопался из каких-то византийских источников к чему именно этот топас восходил вот ну а после этого широко известно стало это в том числе и благодаря посольству которое царь царь отправил в Лахмитское царство и Византия стала ну и церковные первые иерархи то есть патриархи константинопольские иерусалимские александрийские стали подбивать аксумского царя Калеба Элла Азбаху который кстати в православных святцах известен как Елесбой ну совершит поход и наказать химирицкого царя значит поход был действительно предпринят на 60 кораблях войско переправляется высаживается и в районе Мохи и в районе будущих где в будущем будет порт ну не порт а город расположенный на удалении от побежья забит это уже средневековое мусульманское средневековое Йемано там высаживаются войска происходит сражение по преданию на приближной равнине в котором войско Зунуваса было разгромлено а сам он наконец пустился в море но видимо были другие версии его гибели потому что есть арабский стих о том что лисицы съели его тело он не был захоронен так или иначе он погиб а химеритское царство оказалось захвачено аксумитами оказалось захвачено аксумитами вот ну и калиб посадил сначала на престол царя из местного знатного родина сумайфу ашва знатный род зуязан который правил поколение которого правили царь был христианин то есть там видимо в знатных родах были как людей но это был конечно аксумский он был аксумский марионет сумайфа ашва сколько он точно правил неизвестно но что интересно значит среди военачальников аксумитских был некий абрахам это ни в коем случае не имя Авраам это местное есское имя которое означает да просияет имеется ввиду лик его лик боже причем это имя могли как мужчины так и женщины у меня есть специальная статья на эту тему во втором томе возрожденного христианского востока я разбираюсь это имя это табраха человек совершенно простого происхождения но выдвинувшись на войне значит предпринимает мятеж по арабо-мусульманской традиции убивает главнокомандующего аксумскими войсками Арияту убивает его и провозглашает себя химирийским царем основывает новую династию династию уже вот так называемую философию сам он правил точно не одно десятилетие и при нем был осуществлен в середине сороковых годов последний ремонт она была прорвана но он его почемил вот и он значит опять же пытается вести активную политику во внутренней Аравии с Калевым он сумел примириться формально признав повысить южеронитет но действует абсолютно как независимый проект вот ну и это была последняя династия в истории химирийского царства его сыновья правили видимо очень недолго а другой представитель рода язанитов сайф бежал уже вот к сасанидам и оттуда привел так сказать войско сасанидское которое смогло значит победить одного из видимо одного из сыновей амбрахи не ясно точно какого и превратить химирийское царство в общем в сатрапию сасанидской дектора не весь химир главным образом Нагорье и вот Сану которая с тех пор собственно становится столице административным центром не было разумеется борьба да значит борьба между иудеями и христианами была жесткой по преданию епископ Григенти обращал местных иудеев в христианство был даже диспут с представителем иудеев с Эрбаном да обо всем этом есть так сказать греческая так сказать традиция даже есть даже такой интересный источник законы химиритов то есть это основные положения канонического церковного права применительно местным условиям изложенные вот но явно какие-то иудейские общины сохранялись до прихода но потом все равно вот существует лакуна потому что по всей видимости это был не талмудический доивер потому что в Талмуде ничего у нас о нем совсем а вот иудейские общины Йемана будь то в Сане или в Адане ведут прямую непрерывную традицию с 10 века а вот что было между 6 и 10 веком действительно к моменту прихода ислама да иудеи в Йемане безусловно то есть общины сохранялись хотя и влияние конечно кидали но вот какова их дальнейшая судьба были они в период так сказать ислама как-то поначалу ассимулирован а потом вновь там поселились возможно потому что ну вот христиане Наджрана там возродилась это общение они их халифомар переселил так сказать в окрестностях и там кстати пошла их очень серьезная ну обращение то есть это Наджранская вот община возродившаяся она в окрестностях Куфа она не дон вот ну все спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание